За последние 10 лет у правых не было, наверное, ни одного выстрела в левый эстаблишмент, просто чтобы вы понимали, в каком абсурдном мире мы живем. Только что удалось победить расизм, действительно казалось, что общество равенства перед законом достигнуто, как левые начали это ломать, ломать для того, чтобы сконцентрировать в своих руках как можно больше власти. Мы сегодня поговорим про Маркьюза и вообще, почему эти события происходят, за ними есть, прослеживается очень серьезная логика. Это все происходит не случайно, даже если конкретными акторами не осознается как что-то обдуманное. Что я имею в виду? Вам совершенно не важно. Отдельные люди, да, они борются за какие-то отдельные свои привилегии, не видят большой картины. Но эта большая картина была описана философами, в частности, была описана Маркьюза. И люди, которые эти книги читали, их, разумеется, меньшинство, успешно манипулируют обществом, опираясь на открытия и достижения этих авторов для того, чтобы совершать трансфер власти, для того, чтобы ввергать общество в анархию, для того, чтобы разрушать клей, который позволяет обществу функционировать, позволяет обществу защищать свои интересы не просто обществу, но и людям, отдельным индивидам в этом обществе. Это классическая борьба коллективизма с индивидуализмом, где коллективизм в виде настоящих расистов, в виде СЖВ, в виде вакистов, в виде леволибералов и демократов, сегодня противостоит индивиду, который пытается защититься от моральной паники, защититься от толпы. И в этом смысле, если вы прочитаете Маркьюза, то вы поймете, что вот все, что мы сегодня обсуждаем, и про атаку на королевскую семью в Великобритании, и моральная паника вокруг расизма, которая разводится в Соединенных Штатах, пусть это будет переводчик команды Горман, или это будет использование смайликов с лицом опры Уинфри, а вот все это, оно складывается, на самом деле, в одну картину мира, потому что стоит задача разрушить значение слов, стоит задача разрушить значение общих смыслов, чтобы люди больше не могли друг с другом разговаривать, чтобы они не понимали друг друга, когда они разговаривают, переосмысляется, переиначивается значение слов. Это нас возвращает к библейскому сюжету про Вавилонскую башню, где, разучившись понимать друг друга, люди были рассеяны по всему миру, и Вавилонская башня рухнула. Понятно, что история про Вавилонскую башню, о том, что амбиции были слишком высоки, слишком высоко было желание дотянуться до Бога, но вторая сюжетная линия этого библейского мифа о том, что люди перестали друг друга понимать, и это всегда существовало. Мысль, изреченная есть ложь, это не вчера было понято, не вчера было осмыслено, это осмысляли еще греки, это осмысляли и российские поэты, это тема, которой культура занимается уже на протяжении практически всего своего существования. Но только в 50-х, 60-х годах XX века это было отрефлексировано настолько, чтобы можно было военизировать. Именно этого добились постструктуралисты, именно это описывает Маркюза, об этом мы будем говорить чуть позже. Могут ли правые победить, стравив каким-либо образом эти меньшинства между собой? Нет, не могут. И я объясню, почему. Все, что правые могут, это пригласить на свою сторону нетоталитарных левых, культурно-левых. Я сейчас популярным языком пользуюсь, чтобы вы меня понимали, мне не очень он нравится, но пока пользуемся тем языком, который есть. Объясню, почему. У меня на эфир, мы не обсудили эту тему, в заголовок была вынесена тема супернатурала. Это мем, который зафорсился последнюю неделю, о том, что вот, значит, если вы натурал, вы должны встречаться с трансгендерами, потому что в противном случае вы трансгенно-фоб. И была картинка, давайте ее выведем. Я ее присылал, мемчик, да, с супернатуралами, есть он, да, кажется? Оранжево-черный такой. Если нет, то я его загуглю. Если нет, я его сейчас загуглю. Хорошо, раз мы это начали. Это прям ответ на ваш вопрос, не уходите. Так, так, так. Все, нашел. Нашел, 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 отправляю. Сейчас выведут, и мы ответим в контексте вашего вопроса. Напоминаю, вопрос, на который я отвечаю, сейчас звучит следующим образом. Смогут ли победить правые, попытавшись внести раздор в левые меньшинства? Не смогут, потому что единственный способ, с которым правые могут победить, это если они привлекут на свою сторону нетоталитарных левых. И мем, который зафорсился, не мем, термин, который зафорсился за последнюю неделю, супернатуралом. Что вот, типа, смотрите, в чем разница. Снова попытка изменить язык и то, как вы используете язык. Вот натуралы, это которые встречаются с людьми, которые, внимание, что левый верхний угол, это люди, которые идентифицируют себя как противоположный пол. Не являются противоположным полом, а идентифицируют себя как противоположный пол. А, соответственно, наоборот, гомосексуалисты и лесбиянки это люди, которые хотят встречаться с людьми, которые идентифицируют себя как один с вами пол, а не являются одним с вами полом. А те, значит, и снова попытка изменить язык, да. И, соответственно, есть супернатуралы и супергомосексуалы, это люди, которые хотят встречаться с тем, что левые пытаются зафорсить как биологически определенный пол. Да. Вот как только вы начинаете, и я видел огромное количество правых обсуждений, что вот, типа, я супернатурал, или, значит, вот, да, типа, я супернатурал, и что ты мне сделаешь? Ребят, как только вы начинаете просто отдавать себе отчет, как работает язык, как только вы начинаете называть себя супернатуралом, это уже капитуляция. Вы в этот момент проиграли, потому что вы позволили навязать себе дискурс. Не было никаких супернатуралов неделю назад, буквально. Не было такого понятия, просто не существовало. Это называлось натуралы. Вы сейчас, объявляя себя супернатуралами, буквально сдаете позиции, которые еще не то, что даже не шатались неделю назад, да, их никто не ставил под сомнение, а сегодня, сегодня, вы сами уже это обсудили, говорите, что вот, значит, только супернатуралом и нужно быть. Левые побеждают именно подобным образом. Правые будут проигрывать, пока они позволяют навязывать себе дискурс. Почему? Каким образом можно навязать дискурс? Дискурс навязывается, когда он революционный. Вот есть консерватизм и революционное, консервативное и революционное сознание. Консервативное сознание обречено проигрывать, потому что оно инертно и автоматически, в силу своей инертности, менее привлекательно для человеческого сознания. Об этом, кстати, тоже подробно писал тот самый Маркьюзе, который я все-таки всем правым советую почитать, просто чтобы понимать, что делают ваши враги. Пока дискурс правых не станет революционным, он будет инертным, то есть он будет реагировать, а не создавать инфоповоды. Это абсолютно, это инструмент политический, абсолютно, ну, у меня будет эфир, посвященный конкретно Маркьюзе, где мы будем подробно это обсуждать. Сегодня я чуть-чуть, ну, хочется картинки поводить, цитаты, они у меня не подготовлены, будут подготовлены, но общая мысль следующая, что пока вы реагируете на чужую повестку, а не предлагаете свою, то есть пока вы консервативны, а не революционны, люди, которые способны свою повестку навязывать, будут побеждать. Это относится, кстати, к оппозиции в России, и почему я постоянно апеллирую к тому, что, и почему любая попытка отреагировать на политику Кремля всегда будет проигрышна. И то же самое относится к сдаче позиций правыми и консерваторами, потому что вы не можете предложить революционные повестки. Революционные – это не значит повестка, которая все поменяет в вашей жизни. Революционная повестка – это повестка, которая ставит под вопросы догмы, потому что только поставив под вопросу догму, вы способны породить дискуссию. Вот за все это время у правых, за последние 10 лет, у правых не было, наверное, ни одного выстрела в левый эстаблишмент, который можно было бы назвать, который бы был иконокластикой, который бы переначивал язык. В то время как левые переначали язык в огромном количестве областей, мы этого даже не замечаем. От слова «расизм», которое полностью потеряло свой смысл, до слова «женщина», которое начинает терять свой смысл, от слова «мужчина» начинает терять свой смысл. Каждая реакция правых на инфоповод – это капитуляция. Даже возвращаясь к разговору про доктора Суса, которого мы обсуждали вчера с Культосом на стриме, когда Тед Круз демонстративно начинает подписывать книги с доктора Суса, который сейчас убирает из библиотек, это капитуляция. Ребята, он только что был частью программы, сейчас его книжки убирают из библиотеки, и вы в качестве жеста начинаете их продавать на своих маргинальных сайтах, в то время как только что его выбили из глобальной повестки страны. Это капитуляция. Это относится вот все, за что хватались правые последние 10 лет, было капитуляцией. Пока вы не поймете, что делают левые, пока вы не поймете, как работает политика, пока вы не поймете необходимость революционного сознания, вы, все, что вам дорого, будет растоптано. Не совершайте эту ошибку. Так, поэтому, нет, правые не могут победить, пытаясь отколоть левых, потому что правые, в принципе, не могут предложить пока что ни одному меньшинству ничего, что, правые татисты, я имею в виду, ничего, что могло бы их привлечь. Вы должны им пообещать равенство перед законом и свободу от тоталитаризма, потому что, разумеется, все вот эти вот левые, они очень друг друга боятся, и мы, они боятся, потому что они друг друга понимают гораздо лучше, чем правые понимают их. Мы только что смотрели ролик, где интерсек-феминистки атаковали Ратфем-феминисток на марше 8 марта. Вот это ваш шанс. Но для того, чтобы стать игроком в этой ситуации, вы должны что-то предложить Ратфем, вы должны что-то предложить угнетаемому меньшинству, потому что вот это вот интерсек, да, вы знаете, интерсек, это почему называется интерсекциональный, потому что у них такой график есть, где значит кто кого угнетает, по кругу идет, я к следующему эфиру подготовлю, выведу на экран, тоже поговорим одновременно с Маркьюзом. Вот, и они все боятся оказаться внизу иерархии, это буквально как фильм платформы, все боятся оказаться на нижнем этаже, и поэтому они будут есть друг другом, друг друга, но пока не воспринимают вас как человека, который хочет поставить себя над всеми ними, они будут объединены против общего врага, вы должны перестать быть врагом кому-то из них, чтобы с вами начали разговаривать, и в этом собственно и есть либертарианское предложение, и почему я считаю, что у правых и консерваторов нет другой надежды, кроме либертарианства, потому что либертарианство предлагает равенство перед законом, и равенство распоряжения собственной жизнью для кого угодно, с одной стороны для кого угодно, с другой стороны мы защитим вас от тех, кто будет посягать на ваше право распоряжаться собственной жизнью, кем бы вы ни были. Вот давайте прямо в пандан этому одну из новостей, которые мы не обсудили, сейчас выведем про женщину из Дагестана, у которой отобрали ребенка за то, что у нее розовые волосы, давайте посмотрим, гражданское общество о ней сегодня подробно написало, суд отобрал у россиянки троих детей из-за татуировок и розовых волос, в Дагестане 8 лет женщина растила своих детей одна, муж ей не выплачивал, муж дагестанец не выплачивал ей алименты, и в какой-то момент алиментов накопилось такое огромное количество, что он решил, что лучше он у нее детей отсудит по своим, значит, людоедским законам и таким образом избежит алиментов. Это и произошло, это и произошло, что суд в Дагестане стал на его сторону и отсудил детей, потому что дети это собственность государства, и вот государство само распоряжается, кому они принадлежат. Разумеется, эти решения должны приниматься раз, вот в случае развода, там раз и навсегда в момент развода, да, чтобы человек таким образом не уходил от налогов, от алиментов. И мы должны защищать эту женщину, потому что эта женщина очевидно пострадала от формы ювенальной юстиции, у нее государство отняло детей в пользу, в пользу кого, непонятно, человек, который не присутствовал в жизни детей на протяжении 8 лет. Вот это чудовищно. Вы должны предложить тем, кто сейчас оказывается под репрессиями леволиберального эстаблишмента, вы должны предложить им защиту. Вот это единственная надежда на выживание ваших ценностей права традиционалистских консервативных. Потому что не предложив равенство перед законом, радужная волна революционная вас, конечно, всех сметет. You have one old message Tuesday 5.48 a.m.